Девушки отдыхают 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 И я тогда пригадал, что я ее видел на «Голосе Украины» по телебачению. И тогда она уже впала тем, что она имеет специфический тембр, характерный лишь для Закарпаття. Это как спевает черкасский хор, как спевает хор Верьевки, это иная совсем другая манера. А она оставила ту манеру спеву, которая тут характерна и которую передала ей мама. И не связывая на то, что нам много филологического обеспечения, она не поборола в себе эту фонетику закарпатскую, я сам львовиан, я не могу это «и» вимовить, как они не вимовляют. Тем более, что при спеве это все выявляется. И поэтому для меня для фольклориста очень природно спрямлять так, как спевают действительно в народе. И когда на «Голосе Украины» ее принимали действительно как прекрасную спевачку, я думаю, что они сказали, что с вами уже не надо с чем работать. Конечно, они ни репертуару не знают местного, ни местной манеры спеву. И поэтому она выпала из самого финала. Но в принципе, это действительно спевачка, которую мы даже немного оцениваем, потому что такая у нас ментальность. Назарчик, как думаешь, мамка от кого себя научила так хорошо спевать? Я думаю, что от мамы, потому что она еще из детства ходила на ее уроки. Моя бабка была вчителем музыки, пока не ушла на пенсию. А бабка как спевала? Что спевала? Какие спеванки? Обычные стародавние закарпатские. Любила закарпатские спеванки? А она не сказала, что ты от кого себя научила? Нет. В родине. Ну, а за что любишь маму? Маму я люблю за то, что она как бы спевает. Ну, и очень хорошо. Добре спевает. А еще за что любишь? Я ее просто люблю. Как думаешь, сегодня концерт понравится людям? Да, думаю, да. И почему? Ну, потому что это 14 закарпатских песен, а закарпатский мае, мае, мае подобаться закарпатцям, да. Чтобы ты побежал маме? Чтобы нормально песни пришли все. Я пам'ятаю, что вразив ее голос. Настолько он потужный. Вона маленькая, тендитная и не верится, что такой сильный голос у нее. Верю, что вона действительно та перлина, диамант, который сейчас получает эти граны и начинает блестать. Вона, я вважаю, одна из самых лучших у нас, в нашем крае, из певачок. В ней действительно Божий дар. И могу и побежать только всего хорошего и двигаться дальше. Яки вродливі ранки твої весна, по поестрах юні молоді, з роси води і знову все небесно, бузьково-ніжно, майже, як тоді. Божий дар. 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 Журек з консерваторії, де я працював. І я вже там трошки набрався досвіду. Як я зараз поїхав, я ще працював в університеті зараз Злівському з фольклористами, і структурами, Зеликознавцями, ми поїхав в ці самі регіони, дуже багато пропало. І репертуар, і манери співу, і мелізматика така, яка у виконанні є, і теморальність ,пропала багато. Найголовніше, що пропав вже репертуар. очень мало осталось из того, что было еще в 70-х годах. То есть, уже даже моё поколение, так называемое послевоинное поколение, уже не имеет интереса до этого репертуара, который был еще до войсковой части. Я не хочу воспринимать это как, знаете, какой-то серьезный занепад, но в любом случае много чего пропало. И слава Миросич, что она это поддерживает так, как... Это бы мало поддерживать каждой человек, или она живет в Украине, или в Украине, или в Словаке, или в Поляк, или в Русинство представляет, так как, знаете, это представляет в том добром значении. Пані Олено, чем вражает творчость вас, Мирослава? Вы знаете, я только недавно с ней познакомилась. Но эта дитина до меня настолько привязалась, что я не могу её передать. И я думаю себе, ну, что я могу ей что-то предложить. Вона пришла до меня домой, и давайте какие-то песни, какие-то, ну, дещо я её там наспивала. То было недавно. Ну, и когда было 70 лет в Закарпатском хорове, то тоже меня пригласили на концерт. Я пришла, мне эта дитина так понравилась, что я не знаю, что... Чем понравилась? Ну, это народное выполнение, вы понимаете? Действительно, что чувствуется эта душа народная. Я счастлива. Можно сказать, что до этого дня я иду с народа. Потому что мама моя, Терезия Михайловна Копани из Жупанин, меня виховала любить наш край и любить наш фольклор. Понавила творчость я в 2009 году. И с тех пор я мечтала про этот концерт. То есть, 7 лет сьогодні. Мама хотела потрапить. И вона верила, что у меня будут полные зали. Потому что сегодня, впервые, у меня полный зал, у меня концерт, где присутствуют мои друзья, те, кто меня любит. И я счастлива. Я им хочу показать красу Карпат. Мы на сегодня немного очерствили наше общество. И это я могу сказать, почему я это скажу. Потому что по телебачению, по всему, у нас, вы не увидите нормальных молодых артистов, яких раскручивают. Если что-то вы увидели, то все уже все натаскано давно, протолкнуто разными способами. А таких вот талановитых, именно, которые работают на этнопеснях, которые минули, поединяют с будущим, вы очень-оченько можете встретить в эфире. Поэтому я очень ее ценую. И думаю, что если бы были такие меценаты или спонсоры, чтобы ей помогли, это бы была спевачка европейского штибу. Я с того края себя вертал, где мбедовал безрудных слов. Теперь себя жадобно пивал, пахнячу все зеленено. У Женя старый уст повидать. Над нами потят милых руй. Ся древность за решетки звидать. Повишь, десь Бог, единый мы. 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 И мы радуемся, есть мне я, да и свет вокруг меня, да и свет есть. Да и потолапал нам дали пожитие своими зрады, а что еще есть там, где нас нет. Да и так и буду теперь, житовый Сератовый, тай чудовый снег, в Миска, в Парижину, завтра в Берлину, а позавтра в Карпата. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо.